Мир вам, дорогая церковь! Пожалуйста, занимайте места. Мы пели об этом дивном дне, когда Господь меня простил. Вчера у нас было замечательное событие, событие большой важности к церкви. Через крещение присоединились люди, души. Мы благодарим Господа и радуемся Его благодать, и радуемся тому, что Бог по-прежнему совершает свое спасение. Сегодня мы все, и особенно те, кто вчера принял крещение, будут участвовать в Вечере Господней в первый раз. В чем же значение того, что мы будем совершать? Мы верим, что Господь Иисус оставил для церкви две основных заповеди, относящихся к нашей духовной, к церковной жизни. Первая заповедь – это крещение, и вторая заповедь – это хлебопреломление. Давайте прочитаем текст, который записан в Евангелии от Луки, 22 глава. Мы прочитаем 19-20 стихи. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечера, говоря, сие чаши есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Мы прочитали о том, что в этих стихах, в этих словах Иисус говорит о том, что преломление хлеба должно совершаться в его воспоминании. Что это значит? В чем важность этих слов? Ну, первое, думаю, что мы можем сказать о том, что воспоминание Иисуса Христа, когда мы вспоминаем Иисуса Христа через участие в Вечере Господне, это напоминает нам о смысле жертвы Голгофской. Хлеб ломимый, хлеб, который преломляется, напоминает или говорит нам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, это страдания и агония Гевсиманского сада, Голгофы, это мучение плоти или тела, души и духа нашего Спасителя. Мы также читаем о том, что вино указывает на что-то другое. Чашесть есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Вино – это пролитое кровью Иисуса за наши грехи. Кровь вызывает волнение. Когда мы видим кровь, некоторым людям трудно переносить вид крови. Есть люди, которые реально могут даже в обморок упасть, потому что кровь что-то имеет в себе такое. Есть какой-то страх, какое-то сострадание кровь вызывает. Кровь нельзя не заметить, нельзя пройти мимо. Но самое главное значение крови – это то, что кровь несет жизнь всему организму. И когда кровь изливается или вытекает из организма, тогда наступает смерть. Именно потому, что кровь привязана к жизни или кровь своего рода несет эту жизнь во все клеточки организма, именно поэтому с древних времен Богу было угодно, чтобы кровь была средством очищения за грехи. Без пролития крови не бывает прощения. Кто-то должен умереть, чтобы грешник имел возможность воспользоваться жизнью другого, и чтобы грешник, благодаря крови, пролитой, благодаря чьей-то смерти, мог сам выкупить свою жизнь. Когда мы вспоминаем Иисуса через участие в вечере, мы не можем обойти тему Его смерти и Его страданий. Вечеря Господня – это регулярное воспоминание о Его смерти. Это постоянное напоминание о том, что через Его смерть ты участник новой жизни. Это постоянное напоминание о цене этой новой жизни. Второе, о чем говорит воспоминание о Христе, Христос говорит «Сие творите в Моё воспоминание», если первое напоминает нам о смысле жертвы Голговской, второе напоминает или помогает нам дорожить и ценить жертвой Иисуса Христа. Если тебе дорогий Иисус, если ты действительно веришь, что Он спас тебя от смерти, то тебе нужно дорожить отношениями с Ним. Что это значит и как это может работать в жизни? Что значит дорожить отношениями с Иисусом? Теоретически мы можем иметь много друзей. Теоретически вроде можно считать людей друзьями, но не иметь с ними контакта. У меня есть друзья, с которыми я был очень близок когда-то. Я по-прежнему их считаю друзьями, они мне не враги, скажем так. Но, знаете, к сожалению, со временем наши отношения или мои отношения с ними как-то, как-то, ну, знаете, не имеют той близости, как когда-то. С кем-то, наверное, можно даже так сказать, что это бывшие друзья. С некоторыми из них я не имел встречи и не имел регулярных каких-то разговоров на протяжении больше 30 лет. И, конечно, я по-прежнему дорожу памятью о моих друзьях, но, знаете, на самом деле правильнее сказать, что это бывшие друзья. Конечно, я могу привести очень много объяснений и причин, почему так получается. Это и проблема расстояния, и проблема времени. Они живут в других часовых поясах. Это и занятость, и многое другое. Но мое пожелание сегодня всем христианам, которые слышат меня, всем искупленным детям Божьим, никогда не переводите Иисуса Христа в категорию бывшего друга. Вспоминайте Его регулярно, говорите с Иисусом Христом регулярно, постоянно, каждый день. Проводите с Ним время, дорожите Его повелениями, дорожите Его учением. Когда ты вспоминаешь о Христе через вечерю Господню, ты ценишь и дорожишь Иисусом и Его жертвой. Ты показываешь, что ты соединяешься с Ним через участие в вечере. Это духовное соединение на самом деле очень важно. Ты можешь так дорожить отношениями и с Иисусом. И еще одно, что помогает нам, или когда мы вспоминаем о Христе через участие в вечере Господней, что-то нам дает. Воспоминание о Христе помогает нам вести духовную борьбу. Если ты действительно веришь, что Иисус умер за тебя, и если Иисус дорог тебе, то акт твоего участия, самодействие твоего участия в хлебопреломлении должно напоминать тебе о твоем участии в новой жизни. Написано, есть еще одно слово такое, когда мы говорим о хлебопреломлении, вот синонимы этому вечера. Мы можем еще сказать, есть еще одно слово причастие, есть еще слово приобщение. Мы приобщаемся или соединяемся со Христом. Так вот, акт твоего участия в хлебопреломлении должен напоминать тебе, что ты присоединяешься или имеешь это участие в новой жизни Христовой. Это должно напоминать тебе, что ты похоронил свою старую жизнь в водах крещения. И когда ты вспоминаешь об этом через участие в хлебопреломлении, напоминание об этом наполняет тебя желанием не сдаваться на искушение врага, но быть похожим на Иисуса, стремиться иметь характер Иисуса, Его качество, Его силу, Его жизнь. Дорогие друзья, вы сегодня будете иметь возможность первый раз участвовать в хлебопреломлении. Запомните это время, запомните этот момент, но самое главное, не только запомните это сейчас, но всегда помните Иисуса, помните, что Он сделал, помните Его, помните то, какой Он, помните, что Он сделал для вас, помните, что Он умер на кресте и воскрес из мертвых, и помните то, что у нас есть вечная и неумирающая надежда на Него. Аминь. Так, дорогие друзья, мы сейчас будем подходить к участию в Вечере Господней, и я хочу попросить, чтобы мы все поднялись, мы споем гимн, «Взойдем на Голгофу, мой брат», а я хочу попросить всех братьев, служителей пройти в братскую для того, чтобы приготовиться к совершению заповеди Господней, и после пения мы приступим к совершению вечери.